Печальный дед Перед ним тесились и молбой, Когда сквозь вечные планы, В познании жадной он следил, Кочующие караваны В пространстве броженных светил, Когда он верил и любил Счастливый первенец творенья, Не знал ни злобы, ни сомненья, И не грозил уму его Веков бесплодных ряд унылый, И много-много, и всего, Припомнить не имел он сил, Давно от отречен и пруждал После мира без приюта, Последь за веком век бежал, Как с минуту, минута, Однообразной чередой, Ничтожной, властвуя землей, Он сел в зло, без наслаждения, Нигде искусству своему, Он не встречал сопротивления, И зло наскучило ему. И над вершинами Кавказа Изгнанье края пролетал, Под ним косметка, Грань алмаза, Снегами вечными сиял, И делик, прыгая, как левица, С косматой гривой на хребте ревел, И гордый зверь, и птицы, Кружась в лазурной высоте, Глаголу водного понимали, И золотые облака Из южных стран, Издалека его на север провожали, И башни замкнут на скалах Смотрели грозно сквозь туманы, У врат Кавказа на часах, Сторожевые великаты. И дик, и чуден был вокруг Весь Божий мир, Но гордый дух презрительным Окинул окон Творенье Бога своего, И на челе его высоком Не отразилось ничего. И перед ним иной картины, Красы живые расцвели, Роскошные Грузии долины, Ковром раскинулись вдали, Счастливый, пышный край земли, Начина развесистые сени, Густым венчанным клющом, Пещеры, где палящим днём Таятся робкие олени, И блеск, и жизнь, и шум листок, Снозвучный говы голосом, Дыхание тысячи растений, И полня сладострастной зной, И ароматную росой Всегда увлаженные ночи, И звёзды яркие, как почи, Как взор грузинки молодой. Высокий дом, широкий двор, Седой гудал себе построил, Трудов и слёз он много стоил Рабам послушным с давних пор. Всегда безмолву Наталины Смотрел с утёсом мрачный дом, Но пир большой сегодня в нём Звучит дурна и льются вина, Удал сосватал дочь свою, На пир он созвал всю семью. В ладони мертвы ударяя они поют, И будет свой берёт невеста молодая, И вот она одной рукой, Кружая его над головой, То, что мужчина легче пыть, То остановит её среди, И влажный упор её влетит, Сонсович не влетит. То, что рыбой пылью поведёт, То вдруг наклонится немножко, И, как обручая с ней, Плывёт её подшественная ночь. И улыбается она в жизни детского волна. А луч улыб по влаге зыбкой, Слегка играющей порой, И дваль справляется с той улыбкой, Как жизнь, как молодость живой. Клянусь полночную звездой, Лучом заката и востока, Власть и персией золотой, Единый царь земной, Не целовал такого ока. Галеба, прыщич вон там, Не раз жаркую порою, Своей жемчужную росою, Не обвал подобный стан, Ещё ничья. Рука земная по милому чулу буждая, Таких волос не расплела, С тех пор, как мир лишился рая, Клянусь, красавица такая, Под солнцем юга не цвела. Последний раз она писала, Умы, заутно ожидала её, Наслетельцу удала. Свободы резвую дитя, Судьба печальная ровы, Отчизна чуждая паны, И незнакомая семья. И часто тайное сомненье Темнило светлые черты, И были все её движения Так стройны, Полно выражения, Как полны милой красоты, Что если б демон пролетая В то время на неё взглянул, То прежних братьев вспоминания Он отвернулся, Купок не спрашивал. Демон видел, На мгновенье Неизъяснимое волненье Себе почувствовал он вдруг, Мой души его пустыню Наполнил благодатный звук, И вновь постигнул он святыню Любви, добра. И красоты. И долго сладостной картиной Он любовался, И мечты о прежнем шастье Цепью длинной, Как будто за звездой звезда Пред ним катились тогда. Измучив доброго коня, На брачный пир к закату дня Спешил жених нетерпливый, А рад бы светлый он счастливо Достиг зелёных речей. Под тяжко ножку дорогу Едва, едва переступая За литр блюда в длинный ряд, Дорогой тяги замекают, Их колокольчики звенят. Он сам властитель Синодала Ведёт богатый караван, Ремнём затянут ловкий стан, А правосабли и держава Блестит на солнце За спиной Ружья с насечкой воездной. Под ним весь вмыли конь ликой Лисценной масти золотой. Витомец резвый карабаха Придёт уж миг и полный страха, Храпя косится сквозь дны На пену скачущей волны. ПЕСНЯ 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 С мягками, ПЕСНЯ 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 Утесы с левой стороны на правую глубь и мятежные. Уж поздно, на вершине снежный румянец гаснет, Встал туман, прибавил шагу крова. Вот часовня у дороги, здесь с давних пор мочит боги, Какой-то князь теперь святой, убитый мстительной рукой. И с тех пор на праздник или на битву, куда бы губник не спешил, Всегда усердную молитву он и часовни приносил. И та молитва сберегала от мусульманского кинжана. Но презрем удалось жених обычаи прадедов своих, Его коварную мечтою лукавый демон посмущал. И в мыслях под ночной тьмою пусто невесты целовал. Вдруг перед ним мелькнули двое и больше выстрел, Что такое, пристав на звонких стременах, Надвинув направо попах, отважный князь немолвил слово. В руке сверкнул турецкий ствол, Ногайка щелк и каковел, он кинулся и выстрел снова. И дикий крик, и стон глухой промчались в глубине долины. Недолго продолжался бой, бежали робкие грузины. Затипло все, теснясь толкой, На трубу всадников порой верблю с ужасом глядей. И глупо в тишине степной и в колокольчик изменеет. Разграблен пышный карават, И над телами христиан чертит круги ночная птица. Не ждет мирная гробница под слоем монастырских плит, Где прах от соков был зарык. Зато усердную рукою, И здесь, у дороги над скалою, На память втутится крест. И плющ, разросшийся весною, Его ласкаясь, обобьет своей в сетку изумрудной. И своротим с дороги трудной, Не раз усталый пешеход Под божьей темой отдохнул. Несется конь быстрее лани, Пропит и рвется, будто брани, Кто-то лука садит на скаку, Но и слушается к терпу, Широко ногтей раздувая, То разом землю ударяя, Шипами, звонкими копыт, Взмахнув, растрепанную гривой, Вперед без пальцев. На нем есть задник молчаливый, Он бьется на сердце порой, Припав на гриву головой. Аж он не правит поводами, Задвинув ноги, в стына, И кровь широкими струями На чепраке его видна. Скакун, михой, ты, господина, Из боя вынес, как стрела, Но злая пуля осетина Его во мраке догнала. Недолго женика Владова Невеста злой ожидал, Сдержал он княжеское слово, На брачный пир он прискакал, Вы, но никогда уж снова Не сядет на коня грехом. На беззаботную семью, Как гром слетела ложь ехара, Упала на постель свою, Рыдает медля тавара. Слеза катится за следой, Трудно собой, трудно дышит, И вот она, как будто слышит Волшебный голос на сон. Не плачь, дитя, Не плачь напрасно, Твоя слеза на труп безгласный Живой росой не упадет. Она лишь взор бумаги ясный, Ланит и девственные жжет. Он далеко, он не узнает, Не оценит тоски твоей. Небесный свет теперь ласкается Бесплотный взор его очи. Он слышит райские напевы, Что жизни мелочные сны И сон, и слезы бедной девы Для гостя райской стороны. Нет, жребий смертного творения Поверь, ангел мой, Не стоит одного мгновения Твоей мечати, дорогой. Поверь, ангел мой, И слезы бедной девы Сон. Звезды бедной девы Бесплотный взор Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ада, дух ужасный, порочный мученик, он нет, он был похож на вечер ясный, ни день, ни ночь, ни брак, ни свет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё ночь, но скоро рассвет, воздух тёплый и влажный, напоённый сладким запахом магнолий, туберос, резиды. Ни один лес не шелохнётся, тишина. Ихтиандр идёт по песчаной дорожке сада, на поясе мерно покачивается гинжал, очки, ручные и ножные перчатки, лягушачьи лапы. Только под ногами потрескивает ракушечный песок. Дорожка еле видна, густые деревья обступили её чёрными бесформенными пятнами, от водоёма поднимается туман. Иногда ихтиандр задевает ветку, роса окрабляет его волосы и горячую щёку. Дорожка круто поворачивает вправо и идёт под углом. Воздух становится всё свежее и влажнее. Ихтиандр чувствует под ногами каменной плиты, замедляя шаги, останавливается. Неспеша надевает большие очки с толстыми стёклами, перчатки на руки и на ноги, выдыхает из лёгких воздух и прыгает в водоём. Вода обволакивает тело приятной свежестью, пронизывает холодком жабры. Жаберные щели начинают ритмически двигаться. Человек превратился в рыбу. Несколько сильных движений руками, и ихтиандр на дне водоёма. Юноша уверенно плывёт в полной темноте. Так добирается он до туннеля, доверху наполненного водой. Ихтиандр протягивает руки вперёд. Вода чуть-чуть свежеет. Ладони касаются железной решётки, прути которой покрыты мягкой и скользкой морской растительностью и шероховатыми ракушками. Цепляясь за решётку, юноша находит сложный затвор и открывает его. Тяжёлая круглая решётчатая дверь, загораживающая выход из туннеля, медленно приоткрывается. Ихтиандр проскальзывает в образовавшуюся щель. Дверь решётки захлопывается. Человек-альпфибий направляется в океан, загребая воду руками и ногами. В воде всё ещё темно. Только кое-где в чёрной глубине мелькают голубоватые искры ночи светок до тусклой красной медузы. Но скоро рассвет, и светящиеся животные одно за другим тушат свои фонарики. Ихтиандр чувствует в жабрах тысячи лёгких уколов. Становится труднее дышать. Это значит, он миновал скалистый низ. За высом морская вода всегда загрязнена частицами глинозёма, песком и отбросами разных веществ. Вода приснена. Невдалеке в океан впадает река. Ихтиандр поднимается немного выше, резко поворачивает вправо на юг и опускается в глубину. Здесь вода чище. Ихтиандр попал В холодное подводное течение. Оно вынесет его Далеко в открытый океан. АПЛОДИСМЕНТЫ Оно вынесет его Опасности нет. Ещё тепло. Морские хищники спят. Перед восходом солнца так приятно вздремнуть. Кожа чувствует, как изменяется температура воды. Подводное течение. Вот ухо улавливает глухой грохочащий звук. За ним другой, третий. А это гремят якорные цепи. В заливе. За несколько километров от Ихтиандра рыбачьи шхуны снимаются с якоря. Рассвет близок. А вот далёкий-далёкий мерный рокот. Это винты моторика Рокса, большого английского океанского парохода, совершающего рейс между Бенес-Айресом и Ливерпулем. Горокс ещё в километрах сорока. А как слышно! Звук проходит в морской воде полторы тысячи метров в секунду. Как красив Горокс ночью! Настоящий плавучий город, залитый огнями. Но, чтобы увидеть его ночью, надо свечать руки далеко в открытое море. В Бенес-Айрес Горокс приходит при свете восходящего солнца уже с багажными огнями. Нет, дремать больше не придётся. Винты, рули, моторы Горокса, колебания его корпуса, огни иллюминаторов и прожитторов разбудят обитателей океана. Наверное, дельфины первые слышали приближение Горокса. И ныряя, несколько минут тому назад подняли лёгкое волнение, которое заставило их театра насторожиться. И, наверное, они уже помчались навстречу пароходу. Дробь судовых моторов раздаётся с разных сторон. Пробуждается порт и залив. Приближается целая флотилья рыбачьих шумов. Отец приказал не попадаться людям на глаза. Их тянка ныряет глубоко в воду, находит холодное течение. Оно несёт его ещё дальше, от берега, на восток. Открытый океан, кругом синяя лиловая темнота морской глубины. Плавут рыбы. Они кажутся светло-зелёными, с тёмными пястнами и полосками. Красные, жёлтые, лимонные, коричневые рыбы беспрерывно уснуют, как крой пёстрых бабочек. Их тяндр открывает глаза, трясёт головой, словно отряхивает последнюю тремоту, взмахивает руками, отталкивается ногами и всплывает на поверхность. Осторожно выснул голову из воды, осмотрелся вблизи не лодок ни шху, вынырнул по поясу и так держится, медленно перебирая ногами. Низко над водой пролетают бакланы и чайки, иногда задевают грудью или концом крыла зеркальную поверхность и оставляют нами медленно расходящиеся круги. крики белых чайк похожи на детский плач, свистя огромными крыльями и обдавая ветром над головой их тяндра пролетел огромный снежно-белый альбатрос-буревесник. Маховые перья его черные, клюв красный с желтым кончиком, а лапы оранжевые. Он направляется к заливу. Их тяндр с некоторой завистью посмотрел. Его глаза провели его далеко, далеко на восток. Траурные крылья птицы имеют в размахе не менее четырех метров. Вот бы иметь такие крылья. На западе ночью ходят за далекие горы. Уже олеет восток, на глади океана появилась едва заметная спокойная зыбь и на ней золотые струйки. Белый чайки, поднимаясь выше, становятся розовыми. По бледной глади вод зазмелись пестрые, голубые и синие дорожки. Это первые порывы ветра. Синих дорожек становилось все больше. Ветер крепчает. На песчаном берегу уже появились перисты желто-белые язычки прибоя. Вода возле берега становится зеленой. Ихтиан дырныляет глубоко в воду, находит холодное течение. Оно несет его еще дальше, дальше от берега на восток в открытый океан. Кругом синелиловая темнота морской глубины. Сверху доносится рокот. Вода темнеет. Это низко над водой пролетел военный гидроплан. Однажды такой гидроплан сел на воду. Ихтиандр незаметно ухватился за железный упор поплавков и едва не поплатился жизнью. Гидроплан неожиданно снялся с воды. Ихтиандр спрыгнул с высоты десяти метров. Ихтиандр приподнимает голову. Свет солнца виден почти над головой, близок полдень. Поверхность воды уже не кажется зеркалом, в котором отражаются камни-отмели, крупные рыбы, самых тиандр. Сейчас зеркало скрепилось, выгибается, беспрерывно движется. Ихтиандр всплывает, волны качаются. Вот он поднялся на гребни волны, опустился, снова поднялся. Ого, что делается вокруг? У берега прибой уже шумит, ревет и ворочает камнями. Вода возле берега стала желто-зеленой. Дует резкий юго-западный ветер. Волны растут, на гребнях волн мелькают белые барашки, брызги все время падают на их тянда. Ему это приятно. Почему это, думает их тянда? Если плыть навстречу волнам, то они кажутся темно-синими, а глянешься позади они бледные, с верхушек волн срываются стаи рыб, летунов, долгоперов. То поднимаясь, то опускаясь, минуя гребни волн и ложбинки между ними, летуны пролетают сотни метров и опускаются, а через минуту-две снова выныривают из воды. Мечутся, плачут белые чайки режут воздух широкими крыльями самые быстроходные птицы. Фрегаты огромный золотый клюв, острые когти, темно-коричневые перья с зеленоватым металлическим оттенком, зооп оранжевого цвета, это самец. А не вдалеке другой фрегат, посветлее, с белой грудью самка. Вот она камнем падает в воду, и через минуту в остром клюве уже трепещет маленькая сиристь, сине-серебристая рыбка. Летают буревестники альбатросов. Будет буря! Будет буря! Навстречу грозовой тучи уже несется чудесная смелая птица Паламидея. Она всегда встречает грозу своей песней. Зато рыбачьи шхуны и нарядные яхты на всех парусах спешат к берегу укрыться от буря. Стоят зеленоватые сумерки, но сквозь толщу воды еще можно различить, где находится солнце, большое светлое пятно. Этого достаточно, чтобы определить направление. Надо добраться до отмели прежде, чем тучи покроют солнце, иначе прощай завтра. А есть уже давно хочется. В темноте не найти ни отмели, ни подводных скал. Их теандр с силой работает руками и ногами. Он плывет, как плавают лягушки. Время от времени он проверяет свой курс по едва заметному просвету в густом сине-зеленом полумраке. Иногда внимательно всматривается вперед. Не видно ли отмели. Его жабры и кожи чувствуют, как изменяется вода. Вблизи отмели вода не такая плотная, она менее соленая, и в ней больше кислорода. Приятная, легкая вода. Он пробует воду на вкус, на язык. Так старо-опытный моряк, еще не видя земли, знает о ее приближении по приметам известным ему одному. Постепенно становится светлее. Справа и слева маячит давно знакомые очертания подводных утесов. Между ними небольшой плоток, за ним каменная стена. Их театр называет это местечко подводной бухтой. Здесь бывает тихо, даже во время самой сильной бухты. Как много рыб собралось в тихой подводной бухте, кишат, как в кипящем котле сухой, маленькие темные с желтой поперечной полосой посередине тела и желтым хвостом, с коричневыми полосами, красные, синие, голубые. Они то внезапно исчезают, то также внезапно появляются на том же самом месте. Их театр долго не мог понять, почему так происходит, пока одна не поймала рыбу руками. Ее тельце оказалось величиной с ладонь, но совсем плоское, поэтому сверху рыб было трудно разглядеть. Вот и завтрак. На ровной площадке возле отвесной скалы много мастерец их театр подплывает, ложится на площадке около самых раковин и принимается есть. Вокруг их театра колышутся зеленые водоросли, сейчас все они кажутся темно-серыми. В воде сумеречный свет, гроза и буря продолжаются, иногда глухо слышится гром, их театра смотрит вверх. Почему вдруг так потемнело? Завтрак окончен. Можно взглянуть на поверхность. Их театра осторожно поднимается к темному пятну над головой, скользя вдоль отвесной скалы. Оказывается, на воду сел огромный альбатрос. Оранжевые ноги птицы совсем близко от их театра. Он протягивает руки и вверх и схватывает альбатроса за ноги. Испуганная птица раскрывает свои мощные крылья и поднимается, вытаскивая из воды юношу. Но на воздухе тело их театра сразу же тяжелее. И альбатрос вместе с ним грустно падает на волну, покрывая юношу своей перестой мягкой грудью. Их театр не ждет, пока приветник клюнет красным клювом в голову, ныряет и через несколько секунд всплывает на поверхность в другом месте. Альбатрос улетает на восток и скрывается за водяными горами разогравшегося шторма. Их тянет лежит на спине, гроза уже прошла. Гром грохочет где-то в долине на востоке, но ливень как из ведра юноша жмурится от удовольствия, наконец открывает глаза, встает, оставаясь на половину погруженным в воду, оглядывается он на гребне высочайшей волны. Вокруг него небо, океан, ветер, тучи, ливень, волны, все смешалось в мокрый вращающийся клубок, который гудит, шумит, ревет, грохочет. Курчаются пены на гребнях и сердито смеются на ребрах волны. Стремители бегут вверх водяных горов и не свергаются как лавни. Поднимаются валы, воет неистовый ветер, шумит ливень. То, что страшит земного человека, равен их тянут. Конечно, нужно быть осторожным, иначе водяная корова брушится на него. Но их тянут не хуже рук умеет управляться с волнами. Надо только знать, одна несет вверх, вниз, другая того, иди перебросить через голову. Он знал и то, что делается под волной. Знал, как пропадают волны, когда кончается ветер. Знал, что сначала исчезают мелкие волны, потом более крупные, и медная мертвая зим остается еще долго. Он любил кубыкаться в прибрежной волне, но знал, что это опасно. Однажды волна нежительно перевернула ихтиандра. Он удалился головой от дно и потерял сознание. Обычный человек утонул, но ихтиандр отлежался в воде. Дождь перестал, его он излом вслед за грозой. Куда-то на восток ветер перевернулся. С тропического севера подуло тепло. Сквозь тучи показались куски плавного неба. Прорывались солнечные лучи и ударили по волнам. На юго-востоке, на темном еще мрачном небе появляется двойная радка. Океан волнам. Теперь он не свинцовый темный, а синий, с ярко-зелеными пятнами в тех местах, где прорвались солнечные лучи. Солнце! В одно мгновение небо и океан, береги далекие горы стали иные. Какой чудесный легкий морской воздух после грозы и бури. Ихтиандр то убирает в легкие чистые здоровый морской воздух, то начинает усиленно дышать шапой. Среди людей только Ихтиандр один знает, как легко дышится после того, как буря, гроза, ветер, волны, дождь перемешают небо с океаном, воздух с водой и густо насытят воду кислородом. Тогда оживают все рыбы, все морские твари. После грозы и буря из зарослей морских джунглей, из тесных щелей скал, из чаще причудливых кораллов глубоков выплывают мелкие рыбки. За ними появляются скрывавшиеся на глубине крупные рыбы. И наконец, когда уже совсем утихнет, всплывают мелкие, слабые медузы, прозрачные, почти невесомые рачки. Вот луч солнца упал на волну, вода вокруг сразу позеленела, сверкают мелкие водяные пузырьки, шипит пеной. Недалеко от их театра развятся его друзья Тельфины, поглядывая на него своими веселыми, хитрыми, любопытными глазами. Их холостнящиеся темные спины мелькают среди вод. Плещутся, выркают, гоняются друг за другом. Их Теандр смеется, ловит дельфинов, плавает, ныряет вместе с ними. Ему кажется, что и этот океан, и эти дельфины, и это небо и солнце, созданное дочь для него. Их театр приподнимает гол. Щурюсь, он смотрит на солнце, оно склоняется к западу. Скорый вечер, сегодня ему не хочется возвращаться домой рано. Он будет вот так качаться, пока не потемнеет синее небо, и на нем не покажутся звезды. Однако скоро ему надоедает бездействие. Недалеко от него гибнут маленькие морские твари. Он может спасти их. Он привстает и смотрит на далекий берег. Туда котмели у песчаной косы. Там больше всего нужна его помощь. Там свирепствует морской прибой. Этот бешеный прибой после каждой бури выбрасывает груды водорослей морских обитателей. Медуз, крабов, морских звезд, а иногда и неосторожного дельфина. Медузы погибают очень скоро. Некоторые рыбы добираются до воды, но большинство и гибнет на берегу. Крабы почти все возвращаются в океан. Иногда они сами выходят на берег поживиться жертвами прибоя. Их Тиандр любит спасать выброшенных на берег морских животных. Часами он бродил после буря по берегу и спасал кого еще можно было спасти. Он радовался, видя, как рыба, брошенная в воду, уплывала, весело махнув хвостом. Он радовался каждый раз, когда полууснувшие рыбы, плавшие в воде боком или брюшком, в конце концов оживали. Подбирая на берегу большую рыбу, их Тиандр нес ее к воде. Рыба трепетала в его руках, а он смеялся и уговаривал ее не биться и потерпеть еще немного. Конечно, эту самую рыбу он с удовольствием бы съел, если бы, проголодавшись, поймал ее в океане. Но то было неизбежное зло. Здесь же на берегу был покровителем, другом, спасателем обитателей моря. Обыкновенно Ихтиандр возвращался к берегу так же, как и уплывал, пользуясь подводными морскими течениями. Но сегодня ему не хотелось надолго погружаться под воду. Уж очень красиво были океаны и небо. Юноша нырял, проплывал под водой и вновь появлялся на поверхности подобно морским птицам, охотящимся за рыбой. Угасли последние лучи солнца. На западе еще догорает желтая полоса. Время волны, точно темно-серые тени бегают от нас в другой. После прохладного воздуха в воде так тепло, кругом темно, но не страшно, никто не нападает в этот час. дневные хищники уже уснули, ночные еще не вышли на охоту. Вот то, что ему нужно, северное течение, находящееся совсем близко от поверхности океана. Не успокоившаяся мертвая зима немного раскачивает эту подводную реку вверх вниз, но она продолжает медленно течь с жаркого севера на холодный юг. А много ниже лежит обратное холодное течение с юга на север. Ихтиандр часто пользуется этими течениями, когда ему нужно долго плыть до берега. Сегодня он далеко заплыл за север. А теперь это теплое течение доставит его до тоннеля. Только бы не вздремнуть и не проплыть дальше, как это однажды с ним было. Он то кладет, то вытягивает их в сторону, медленно расставляет и снова сжимает ноги, занимается гимнастикой. Течение несет его к югу. Теплая вода и медленные движения рук и ног действует на него успокоительно. Ихтиандр смотрит вверх, перед ним свод сплошь усеянный мелкими, как пыль звездами. Это ночи светки зажгли свои фонари и поднимаются на поверхности океана. А эти во тьме виднеются голубоватые и розоватые светящиеся туманности. Глубные скопления мельчайших светящихся животных. Мимо проплывают шары, излучающие мягкий зеленоватый свет. Совсем недалеко от Ихтиандра светится медуза. Она похожа на лампу, прикрытую затейливым абажуром с кружевами и длинную бахромою. Бахрома медленно покачивается, как от легкого ветра при каждом движении медузы. На отмирях загорелись морские звезды. В больших глубинах быстро двигаются огни крупных ночных хищников. Они гоняются друг за другом, кружатся, гаснут и вспыхивают снова. Снова отмирь причудливые стволы и ветви кораллов освещены изнутри голубым, розовым, зеленым, белым огнем. Одни кораллы гонят бледным, мигающим светом, другие же, как накаленный до белометалл. На земле ночью только маленькие, далекие звезды в небе. Иногда луна, а здесь, а здесь тысячи звезд, тысячи лун, тысячи маленьких разноцветных солнц, горящие мягким, нежным светом. Ночь в океане несравненно прекраснее ночи на земле. И чтобы сравнить, их театр всплывает на поверхность воды. Воздух потеплел. Над головой темно-синий сводь неба усеяно звездами. Над горизонтом стоит серебристый диск луны. От луны по всему океану протянулась серебряная дорожка. Испорно доносится неизгин густой продолжительный кудок. Это гигант коров собирается в обратный путь. Однако как поздно? Скоро рассвет, ихтиандр отсутствовал почти целые сутки. Отец, наверное, будет бронить его. Ихтиандр направляется к тоннелю, запускает руку между грудьем, открывает железную решетку, плывет в тоннеле среди полной темноты. Легкий толчок в плечо будет его. Он в бассейне быстро взбирается вверх, начинает дышать легкими, вдыхая воздух, напоенный знакомыми запахами цветов. Через несколько минут он же крепко спит в своей кровати, как и приказывал отец. Спасибо. 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 Субтитры АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Артём Гитлова, Дмитрий Семенович, Живан Лонташкин, Лея Арулова, Ольга Кириловича, Арина Демапова, Арина Демапова, Арина Демапова, Сокина Монташкова, И Кириловича, И Кириловича, Живан Лонташкова, Живан Лонташкова, Живан Лонташкова, Живан Лонташкова, Живан Лонташкова, Арина Демапова, Живан Лонташкова, Живан Лонташкова, Продолжение следует...